Те, кто всю зиму держал своих железных коней в гаражах, весной вновь становятся активными водителями. Но иногда жажда скорости может привести к трагическим последствиям, а потому на дорогах Брестской области сегодня дежурят мотопатрули. Главная цель сотрудников ГАИ – сработать на предупреждение нарушений со стороны водителей мототранспорта. С начала текущего года на дорогах нашей области с участием водителей мототранспорта зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Открыт мотосезон раньше в связи с тем, что была теплая зима и ранняя весна. Последняя дорожная авария зарегистрирована 21 апреля около 21 часа на улице Октябрьской революции. Инспекторы проводят рейд на наиболее опасных участках дорог, пересечении проспекта Республики и Московской. Первые любители быстрой езды не заставляют себя долго ждать. Брещанин Антон Сухов свой яркий красный мотоцикл приобрел 10 дней назад. Автовладелец он неопытный, но правила дорожного движения, поведения и скоростного режима усвоил хорошо. А еще молодой человек прекрасно знает, какой мотоцикл лучше всего для города и вообще для новичка. Маневрирование. Для тех, кто первый сел, это не покупать мотоциклы больших кубатур, большой мощности, потому что он всегда подрывает на большую скорость, а если ты дурак, то можешь сразу и убиться. Главное это соблюдать, наверное, скорость и держать дистанцию, потому что все люди, все допускают ошибки. Какая скорость? Мартимальная для оборудования? Ну, ограничение 60, а то лучше меньше. Владимир Страх, владелец которого можно назвать мотоциклистом со стажем. Увлечению двухколесным транспортом брещанин отдал 8 лет. Ездит плавно, аккуратно, не лихачит, не пренебрегает правилами дорожного движения, не подрезает автомобиль и вот почему. Отношусь как к альтернативному средству передвижения. Зимой машина, летом мотоцикл. Удобно, приятно, весело, ну и заодно это хорошее средство эмоциональной разрядки после работы. По поводу аккуратности вождения, естественно, всем советую соблюдать правила дорожного движения, аккуратно водить, все начинается с внутреннего настроя и с хороших мыслей в голове. Поэтому аккуратно смотреть, смотреть не только за собой, но и за окружающими планировать маневры других участников дорожного движения. Для того, чтобы дорожных аварий не было, каждый участник дорожного движения должен соблюдать элементарные правила дорожного движения. Водители мотоцикла должны помнить про установленную скорость движения, про безопасную дистанцию, а также об обязательном использовании мотошлема, как водителю мотоцикла, так и его пассажиру. Именно взаимопонимание и взаимовежливость являются залогом безопасности дорожного движения.